Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Юрий Аксенов, это Gameplan и первая игра сегодня у нас Motorcycle Driving School. В этой игре вы, собственно, научитесь ездить по правилам на мотоцикле. Итак, здесь есть два режима игры, это карьера и свободный заезд. Естественно, чтобы соблюдать правила и получать какой-то опыт, который, возможно, как-то пригодится, лучше играть в карьеру. В нее-то мы и сыграем. Дальше вам необходимо выбрать мотоцикл. Здесь все можно покупать за очки опыта, который вы получаете в ходе прохождения миссии. Причем прохождение, естественно, успешного. Мне пока что доступен только первый. Выберем его, но и он, в принципе, неплох. Здесь нам необходимо выбрать город, в котором мы будем участвовать. Давайте выберем обычный городской день. В общем, условия для езды достаточно простые. Нет ни тумана, ни темноты, а просто нужно ездить и соблюдать правила, доехать до конкретной точки, о которой нам скажут инструкторы. Итак, что у нас здесь есть? Нам сразу же необходимо включить фару ближнего света, дальше включить поворотник. И давайте нажмем на педаль газа, чтобы двигаться. Поворачивать здесь нам необходимо с помощью акселерометра. То есть вот так вот съехали и можем дальше уже ехать спокойно. Так, направо включаем поворотник. Итак, есть, получили 100 очков. Здесь также нужно обязательно следить за вашей скоростью. Если вы поедете больше, чем 50 км в час, то вы потеряете очки. Так, стоим на светофоре, на красный свет, естественно, ехать тоже нельзя. А вот эта вот кнопочка позволяет вам фиксировать вашу скорость. Например, вы едете там 45, можете нажать на эту кнопочку, и вы будете постоянно ехать с этой скоростью. Это такой своеобразный ограничитель скорости. Хотя было бы лучше, чтобы просто он бы нам не позволял поднимать скорость выше 50. Это было бы намного проще. Так, зеленый свет, погнали. И сейчас я вам продемонстрирую, как работает эта кнопка. Например, набираем 49 км, нажимаем фиксацию, и вот вы видите, теперь мы с этой скоростью едем. Так, тормозим, включаем поворотничек, и опять красный свет, нам нужно заехать в поворот. В общем, здесь нам необходимо ездить по такому вот неплохому 3D-городу. Графика, в принципе, в нем достаточно неплохая. Мотоциклист неплохо прорисован. Модель мотоцикла тоже. Физика в игре, в принципе, приемлемая. И можно, в принципе, гонять, получать удовольствие и практиковаться в вождении двухколесным транспортом. Вторая игра называется Mage Gauntlet. Это RPG, выполненная в пиксельном стиле. Итак, давайте продолжим историю. Я прошел первый район. Там было своеобразное обучение, где нас научили различным финтам. И теперь мы отправляемся в сады. И здесь уже нам предстоит, я думаю, повоевать с более серьезными врагами. Кстати, здесь все разрушаемо. Можно рубить кусты, можно рубить различные элементы декораций. Также здесь присутствует большое количество сундуков, которые дают вам определенные очки. Так, что это было? Я не знаю, что это, но разбив это, я получил специальную силу в виде электричества. Так, овощи какие-то странно. Ладно, идем дальше. У нас есть вот такая вот кнопочка, которая позволяет нам ускориться. И это какой-то монстр. И, походу, нам придется с ним сражаться. Но благодаря вот этому вот мечу, который я нашел, мы достаточно эффективно сражаемся. Достаточно сильные удары наносим нашим соперникам. И можем их достаточно легко и быстро уничтожить. Иногда будут возникать на пути препятствия, которые вы сможете уничтожить. Либо с помощью магии, вот которую мы собрали. Вот здесь вот она у нас имеется. Это цепь молний. Либо же мы можем что сделать? Мы можем зажать кнопку. Сейчас я вам это покажу, как это работает. Вот так вот зажать кнопку. И отпустить ее. После этого мы произведем вот такой вот мощный, мощный удар. И сможем сокрушить большое количество врагов. Или же наоборот. Если враги просто мощные, то мы тоже сможем их уничтожить. Или же пробить себе проход. Итак, это сундук. Что же в нем будет? В нем какая-то кофта. В общем, здесь достаточно много лута. Играть интересно. Кто любит 8-битную графику, тем игра, я думаю, понравится вдвойне. Потому что это не просто такая вот своеобразная экшн-рпгшка. А это 8-битная экшн-рпг. Причем достаточно неплохо исполнена. Ведь играть в нее действительно интересно и очень динамично. Игра называется Hurons. И давайте посмотрим, в чем заключается смысл данного пазла, данной головоломки. Давайте выберем пазл. Так, предлагаю начать, наверное, с первой миссии. И миссии 5, я думаю, мы пройдем. Итак, что же здесь нужно делать? Ваша задача объединить все вот эти вот элементы. Для того, чтобы это сделать, необходимо между ними нажимать. И тогда они будут объединяться. Здесь у нас уже их 4. Поэтому объединяем их попарно. А затем и все вместе. Так, здесь уже будет немножечко сложнее. Что мы здесь можем объединить? Можно объединить здесь, допустим. Потом где? Вот здесь и вот здесь. То есть не обязательно, чтобы были на одной линии. Возможно, просто чтобы они находились на расстоянии не больше, чем одна клетка. Попробуем пройти это. Соединяем здесь, здесь, здесь. Отлично. Сразу 3 ячейки мы смогли объединить. Итак, пятая миссия. Здесь уже все посложнее. И чем дальше будет, тем все будет усложняться и усложняться. Походу сейчас я проиграю. Да, миссия пройдена, придется перепроходить ее еще разочек. Поэтому не так все просто, как кажется на первый взгляд. Игрушка стоящая, интересная. И поможет вам скоротать достаточно большое, наверное, количество времени. Потому что миссии, как вы видите, уже достаточно сложны. И, например, на пятой миссии я пока что застрял. И последняя игра на сегодня называется Rock, Paper, Scissors. Камень, ножницы, бумага. Но суть игры немножечко другая. Давайте начнем новую игру. И сейчас посмотрим, что же здесь вам нужно будет делать. Вы управляете вот такой вот штучкой. И что вам нужно делать? Вам нужно уворачиваться от ножниц и ловить камень для того, чтобы его обуздать. Поймали камень, теперь мы можем ловить ножницы. А если мы врежемся в камеру, мы просто потеряем очки. Если мы врежемся в бумагу, то мы проиграем. Можно также собирать различные бонусы. Допустим, вот такие вот. Да, ускорение лучше, как мы. Поняли, не брать. Давайте еще разочек сыграем и попробуем чуть-чуть побольше очков набрать. Так, камень. Теперь нам нужны ножницы. Где они? Также нужно опасаться красных вот таких вот блоков. Потому что они изменчивы и постоянно меняются. То есть вы можете не совсем попасть в то, что вы хотели. И тем самым запороться, ну либо просто потерять очки. Так, ножницы. В общем, аркадка достаточно простая, но достаточно увлекательная. И основана на всеми любимой детской игре камень, ножницы и бумага. Ну что ж, на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Всем пока. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok